привет с вами предтеча тв чепракова галина владимировна и тимофей карманских сегодня мы поговорим о касторке о коньяке много о чем интересном о паразитах и так далее поехали галина иногда бывают такие ситуации когда банально живот очень большой раздутый работать сложно что в таких случаях делать да с чего начинать расскажите ну бывают такие моменты этого основном кстати у мужчин бывает нежели чем у женщин чаще как правило да то тогда рекомендации три раза через день выпить касторового масла что начала работы можно даже да потому что если человек как правило такой раздутый живот то очень болезнен для пальпации и человеку дискомфортно и дискомфортно специалисту который работает с этим животом не локтем же давить насиловать ну и достать через раздутый кишечник да практически до органов невозможно ни до каких на потому и опять же ему и дышать тяжело потому что там диафрагма поддавливается и сердце все на свете вы назначаете касторку я назначу его дозировку один миллилитр на килограмм то есть если прям человек там 70 или 80 килограмм весе значит 80 миллилитров ему касторки он выпивает выпивает обычно как правило на ночь где-то через полтора часа после еды 2 до чтобы не было обидно так чтобы на голодном не пить рекомендация нагреть ее на водяной бане тут поставить горячую воду к счастью у нас привез уже касторка сразу с лимоном у нас это где интернет-магазин главздрав ясно да а если нет только если нету либо в аптеке человек покупает да то нужно поставить в горячую воду на водяную баню и смешать там обычно как полстакана воды и пол лимона сока лимона либо с один к одному один к одному либо с грейпфруктом то есть я вот так рекомендуем а если камни у человека то что пить не пить постоянно спрашивают ну да в основном все спрашивают очень сильно боятся поэтому если люди боятся я рекомендую половинную дозу то есть не 80 миллилитров а 40 миллилитров вообще она интактное масло по идее считается да то есть она не всасывается и камни но не сдвигает как правило но она уже вызывает сброс желчи а если там камни то камни пойдут заткнут проход и будет печеночная колика нет тем не менее рассказывайте по статистике касторка так не срабатывает сколько уже вот люди применяли при камнях на желчном пузыре такого не происходит там видимо другой боятся да во первых это так во вторых когда мы говорим про лимон про лимонный сок то мы знаем его воздействие на желчные ходы которые естественного образа немножко расширяются и тогда желчина более свободно выходит из желчного пузыря и в том числе там же только желчного пузыря и самой печени тоже работает на всю печень кастора масла то есть основная рекомендация просто уменьшить дозировку и в принципе все будет нормально у нас если я не ошибаюсь ни одного случая после касторки чтобы пошли камни были какие-то проблемы нет и очень важно отследить в течение какого времени стула человека после принятия касторов масла потому что это мы можем косвенно судить и как раз и деятельности желчного пузыря насколько он активен и через какое время в норме должен влога в течение двух часов там через 45 минут через час через полтора часа у них так к сожалению затягивается там до утра то есть на ночь они выпивают и до утра все это затягивается и момент то есть я еще одна рекомендация чтобы утром человеку никуда не нужно было срочно до обычно перед выходными с пятницы на субботу суббота на воскресенье например можно тогда отлично какую касторку порекомендуете потому что есть разные виды есть аптечная есть индийская есть еще какая-то еще какую то не знаю индийская аптечная в аптечную входит очень много глицерина поэтому она противникой на вкус так скажем вот индийская касторка да то есть она более приятная и люди когда же которые повторно начинают употреблять ее пусть они вполне она приемлема для питья с какого возраста можно пить касторка все можно пить с маленького возраста чуть ли не чуть ли не с года да то есть там дозировка нам к не по чайной ложке то есть существует это рецепт замечательный который многие знают касторка да и с коньяком сначала коньяк пьется потом через полчаса касторка мужчины правда говорит можно без касторки до в два часа ночи тяпнуть коньячку но тем не менее тут но эффект конечно не тут поэтому там специально там для вы изгнали паразитов уже идет больше поэтому деткам тоже назначается кастором чехов если не ошибаюсь постоянно всех пою касторка и добивался замечательных результатов чех в это любимый способ был очищение организм один из основных эффектов уходит вздутие со вздутием уходит множество симптомов до которые сопровождают вздутие так это мы обсудили если живот большой а если вы назначаете после работы с человеком с какой целью после работы животом но с телом так скажем да мы назначаем касторку для того чтобы вывести токсины которые возможно вышли из тканей в кишечник опять же и возможно те которые там личиночный фон какой что объяснить то что личинки тоже могут тканях находились чем си паразитов паразитов до цисты какие-то и что-то еще то чтобы это освободилось потому что во первых первая порция желчи она более такая резкая да то есть она еще прочищает весь кишечник и чтобы для того чтобы не размножался подселенцы наши дай в организме но для этого чтобы он освобождался еще в ряде случаев кишечник выполняет роль мусорного бака да когда лимфатическая система у человека не работает вы поработали с животом и лишняя лимфа сбрасывается в кишечник который желательно вывести да он уже брыжейка огромное количество лимфатических там сосудов и узлов поэтому там естественно все это сколько дней подряд какой курс и так далее так далее расскажите поподробнее ну вот когда мы говорим о том что большой живот беспокоит живот вздут из живота то это где-то достаточно в принципе по моему мнению до три раза через день если у человека присутствует там вялый кишечник либо опять же вялый желчный пузырь то можно порекомендовать раз в неделю в течение месяца то есть так можно такой курс проделать если три раза через день но это получается три сеанса и все да ну потому что при желании так скажем там можно вот это желание три можно там зависит от того как состояние человека то есть мы уже потом тогда ведем человека и даем рекомендации просто я хочу осветить вопрос что касторовое масло но стимулирует рецепторы кишечника ускоряет перистальтику она не всасывается и если постоянно она как плетка для кишок да если постоянно плеткой стягать кишки то потом без плетки они становятся элементарно ленивыми да и уже не работают поэтому я и не говорю о том что нужно так часто и долго да то есть кому-то раз три месяца да опять же зависимости от состояния кишечника желчного пузыря по необходимости до при необходимости можно такие так сказать себе чистки но подсаживаться на касторку я думаю что не стоит следующий насущный вопрос галина расскажите можно ли элементарно касторка избавиться от паразитов или этого недостаточно ну я думаю что то недостаточно от каких-то видов возможно и если как раз использовать ее вот это старый-старый рецепт который коньяк со сладким чаем в два часа ночи выпивается и потом пьется касторка да и реально работает конечно с первого раза нет но если это делать допустим там раз три дня либо через день у всех опять же зависит от состояния от возможности человека то на третий какой-нибудь или на четвертый сеанс то в общем то либо если рекомендация в горшок ходить не знаю как горшок либо в ведро так скажем если взрослому человеку но либо в унитаз там выходит огромное количество слизи разных там рыжих или черных остатков то есть это поселенцы которым нас живут нам понятия даже не имеем где не но с первого раза может ничего не выйти есть люди которые принципиально не хотят травить себя химическими таблетками да вот для них допустим такие более натуральные методы они подходят какой по продолжительности курс касторки с коньяком да и какой коньяк всегда спрашивают три звездочки пять звездочек там в сок и так далее позади коньяк по муроль не играет это играет сам по себе то что там дубильные вещества находится да как то вот у нас есть наш коллега катя который в новосибирске за его работает да и она ездила в тибет и там оказалось что в тибетском монастыре по лицу она как бы прочла что практически все они заражены паразитами особенно лама которая с него с ней разговаривала она через переводчика порекомендовала что можно вот почистить так скажем кастора масла то у них есть а вот коньяка то нет естественно но какая-то водка или что-то еще то есть пришлось найти там какую-то траву примерно какую-то да и настоять нагреть на водке настоять их всех пропоить то есть чтобы водка приобрела дубильные свойства которые характерны естественно для коньяка сколько пить то вы знаете опять же по-разному у всех да то есть я бы рекомендовала где-то от пяти до семи уроки сеанса да если на пятый на седьмой раз уже ничего не выходит на можно бросать не что уже можно и потом переходить к другим процедурам потому что опять же это работает на определенный вид и червячков а у нас их достаточно много каким другим процедурам какие еще есть растительные натуральные методы очистки ну их очень много в принципе да существует и много трав которые в основном является горечи и желчегонные да то есть у нас и коротко перечислю та же самая пижма а полынь лавровый лист тыквенные семечки тыквенные если делать из тыквы как тыквенный сок он тоже является и желчегонным и противопаразитарным действием гвоздика те же сами семена укропа то есть их очень много и кстати мы вот проводим такие лекции по очищению да то есть у нас вот специально сделано для людей которые интересуются различными методами очищения как наружными так внутренними как через рот так и рактально ну то есть вы даете полную раскладку рецептов до чего сколько как заваривать сколько пить да кроме всего прочего на замечательная книжка есть до который профилактика гельминтозов канидомикозов вот там тоже очень много рецептов и эти рецепты которые реально работают хотя существует мнение некоторых докторов что если не химии гнать отравами то паразиты там личинки они расползаются по разным органам я считаю что не совсем это верно потому что люди когда принимает противопаразитарные уже программы параллельно с тем что мы делаем с висцеральной практиками да то у них гораздо быстрее идет состояние оздоровления они становятся более энергичными возвращается состояние когда они могут жить с удовольствием если сравнивать химический вариант с таблетками из аптеки и растительный вариант какие плюсы минусы у того и у другого метода плюсы у химических препаратов в том что они как раз кратковременный прием у них то есть быстрый один эффект очень вопросительно если он эффект или не да а то есть один от одного до трех дней либо там какие-то там допустим один раз через две недели да то есть вот этот курс он очень маленький и в то же время к сожалению все они практически до гипотоксичные то есть они выводятся через гипотоксичного и гепато это печень выводится через печень и по печени по печени бьют это раз и второе то что с листы кишечника она тоже становится болезненная да то есть состояние те же самые там трихополы которых очень любят алиамбли и гнать ими якобы да то есть то есть это вот а травы конечно они более длительные приемы конечно людям лень заваривать их поэтому многие предпочитают то что есть допустим в капсулах вот у нас тоже опять же в нашем интернет магазине капсульный есть развес так скажем этих препаратов которые желчегонным действием обладает и чистоте в том числе да то есть вот все эти травы в принципе все то же самое можно купить смешать и сделать самому и принимать самостоятельно да есть такое в общем то даже есть условно называется монастырский сбор но на самом деле это как сбор как у меня не помню честно говоря фамилии то профессора там из девяти трав где расписано сколько чего столовых ложек положить и там получается перемалывается все это в кофемолке или пьют например на убывающую луну потому что считается что употребление противопаразитарных средств лучше на убывающую луну а вот на растущую луну лучше бы вот попить что нибудь для печени как раз потому что если те же самые паразиты они умирают то токсины они опять же идут через печень все равно поэтому если на растущую луну попить для поддержки печени на убывающую очень эффективно уже пить что вы скажете о уже готовых противопаразитарных сборах в они продаются их распространяют через различные сети сетевые компании и так далее есть эффект нет эффекта вот из личной практики зависит от того наверное знаете есть понять как критическая масса да то есть можно написать и не положить ничего да то есть поэтому можно тестировать кинезиологически подходит ли не подходит человеку данный вид допустим где он там берет либо смотреть у нас в рт есть такое исследование да где именно выявляются паразиты и можно посмотреть подходит ли подходит дальний препарат из того что у нас есть то есть в принципе зависит от добросовестности производителя если положил все как положено эффект будет да вот к сожалению то которые не буду говорить но есть у нас тройчатка которая присутствует в аптеках и многие и пропивают и не получают результата хотя там пижма полынь и гвоздика то есть что уж там да то есть казалось бы то что казалось бы что и тем не менее не работает вот поэтому вы заговорили о методах определения паразитозов какие существуют какие эффективные какие нет в обычной медицине когда человек сталкивается да то есть в обычной в общем анализе крови обычно вот повышенное количество и зенофилов это прямо указание на то что у человека присутствует паразитоз то есть первое это сходить в любую лабораторию сдать общий анализ общий анализ крови и лейкоформулу формулу да и в том числе может быть лимфоцитоз повышенный если уже у ребенка после пяти лет когда перекрест в крови произошел да то есть после пяти лет у нас должно быть нейтрофилов больше чем лимфоцитов но если опять присутствует увеличенные либо равные практически лимфоцитов то это тоже может быть но это уже косвенный признак паразитоза и больше даже это как вирус носительства то есть в общем анализе крови прямое указание на то что у человека возможно паразит носительство это повышенное количество зенофилов раньше это было 1 2 сейчас количество конечно увеличили там до по 5 6 но когда это 6 7 8 это уже прямое указание на то что у человека взрослого повышенный эозинофилов косвенный признак и у детей вы сказали дополнительный признак это лимфоциты но это не только у детей я имею ввиду что взрослых тоже может быть количество лимфоцитов больше то есть два критерия лимфоциты и эозинофилы да так давайте дальше есть исследования которые опять же в обычной медицине присутствует это на сериологические показатели на иммуноглобулины до иммуноглобулины джим и иммуноглобулины м антитела если по-русски да антитела которые там есть и либо титры потом уже количественное определение да то есть можно хотя я так сказала к сожалению они не совсем достоверно есть два вида антител м и g то есть у нас плавают клетки иммунной системы и тут появился паразит они с ним начали бороться допустим они его убили но память о нем сохранили да эти антитела это антитела группы g да и они присутствуют долго в организме да могут долго годами десятилетиями да да а если новый паразит попадает то вырабатываются новые солдаты более активные это уже антитела группы м да это как раз об остром состоянии инфицирования так скажем да то есть по вот этим титром да по количеству этих антител м и g можно судить это мы вносим просто память об инфекции да или это острым хотя тоже зависимости от того насколько велика эта память так скажем если память тоже выходит за какие-то пределы разумного то в общем-то это не совсем память насколько достоверно и на всех ли паразитов есть антитела ну конечно нет и к сожалению у нас не совсем все равно эффективно вот эта диагностика поэтому вот существует их много вега теста например да то есть вега резонансное тестирование где мы можем по длине волны так скажем паразита определить кто находится конечно мы не можем по количеству определить да но по того нахождение этого паразита у нас в организме можем если вернуться к антителам то у нас какие самые ходовые на писторхов на писторх на аскориды на таксоплазм до на лямбли и на таксоплазм к сожалению вот на лимблиоз обычно берут там калнаде на лимблиоз да но на самом деле это не информативно потому что он должен быть сморез во-первых теплым во вторых он есть который накопительный в течение дней накапливается пяти дней да то есть там с определенным раствором более-менее достоверно а потом если они в состоянии цист те же самые лямбли находится то в общем то мы можем и не поймать те же самые лямбли